и следующий у нас на очереди саботаж это я что вас подвигло сделать ховером 95 км и поднять им высоту хочешь добавить перчинки огонька в обсуждении скажи слова ховеры ховером скорость до 50 километров в час либо удалить их из игры в целом пока дали на это условное добро внутри команд такое решение делать давай я перефразирую вопрос твой проще почему тяжелых кабинет 12 энергии снимаю шляпу потому что человека банят полностью он приходит в игру донатит мне вроде бы не был бы выбором вы знаете существует ли читы на и красаут или нет это ложь спасибо санечка всегда поддерживаешь да ну опять же типа вот и типа да поздно уже все ты попал ну что вас заинтриговала начала ролика дарова ребзя наконец-то вышел долгожданный ролик по ответам на ваши вопросы в этом деле участвовало много партнеров игры и было понято не одна важная тема мы с ребятами решили сделать так чтобы у каждого в ролике было что-то уникальное поэтому всю конфу мы разделили между собой вам интересно почему в игре лимит детали в количестве 80 штук или что там будет с энергией утяж кабин а хотите узнать как устроен матчмейкин и почему все ттх у нас отображаются кубиками а что по поводу читерства тогда смело переходите к просмотру роликов других партнеров после просмотра этого ролика ссылочки на их видео будут в описании и закрепленном комментарии эй не расстраивайся если ты не найдешь ответ на свой вопрос это не последняя конференция возможно уже скоро будет продолжение а данный ролик я разбил на удобные тайм-коды поэтому заваривайте чайок ставьте лайк и не забывайте подписываться если видео было для вас полезным погнали да всем привет всем привет да хотим рассказать на наши вот этой вот qnd сессии на некоторые ответы наших партнеров ваши которые были сообщества ну и в целом хотелось бы сначала некий сделать дисклеймер про который осветить чтобы людям в будущем было понимание почему некоторые вопросы будут получены те или иные ответы красауту идет уже восьмой год до этого он был также в стадии разработки и там он наград за это большой длительный промежуток времени команды меняются люди на проекте меняются и соответственно некоторые решения которые сделаны были там давно мы даже не сможем порой сейчас как бы дать на текущий момент на сегодня там на февраль двадцать третьего года внятый ответ потому что ну людей уже нет и поймите правильно кому-то в голову мы не залезем порой мы на что-то знаем ответы но как бы что-то будет такое может быть вас сомнительно на какие-то очень старые темы которые мы отвечаем сейчас в основном команда текущая красаута она сформирована там последние два года чуть больше то есть это вот тот костяк новый достаточно сейчас то есть есть люди которые там из начальных проектов ну из его истоков так скажем но основной костяк команды сейчас достаточно молодой поэтому за многие решения предыдущих людей мы не можем просто дать ответы их мотивации почему это было сделано так или иначе это первый момент и второй дисклеймер это то что в целом это мероприятие сделано для того чтобы рассказать на ваши самые популярные вопросы объяснить некоторые принципы игры и механики как это все устроено чтобы вам было проще понять почему это так сделано и меньше осталось вас таких темных пятен в понимании устройства игры на возможно мы за за эту сессию на все вопросы не ответим возможно будущем также проведем еще дополнительно если на это до потребность и это может сделать вообще доброй традиции будет если доброта останется конечно у меня тут достаточно мемный вопрос еще со времен ввода этой механики зачем после боя есть палец вверх и вниз на что это влияет и почему нельзя сделать просто кнопку респект какому-то игроку в рандоме или в кого да ну опять же типа я расскажу как я знаю как это механика работает да и типа как мы сейчас ее используем и изначально то что-то водилось немножко причины следствия связи не могу узнать у первоисточников как мы сейчас это используем то есть смотрите после выхода из боя у вас есть возможность поставить лайк дизлайк когда мы проводим какую-то аналитику которая нам потребуется допустим оценить как работает алина и карта допустим там сделать ее реворки или поправить ее там но это один из примеров можно использовать или допустим какие-то мы хотим данные получить то мы в том числе опять же подчеркив том числе обращаем на вот эту вот опцию лайки-дизлайки то есть вам это может показаться странно но если переводить в это в токах обрабатываются большие массивы данных то надо понимать что допустим вы играете в один тот же бой да но на карте а и на карте b карта а показывает там на 20 процентов лайков больше при карте б при при одних и тех же условиях условно а-б тестирования да и вот как бы этот функционал подсказывает этого всего вот это если говорить в целом почему там лайки дизлайки стоят я думаю на этот этап вопроса я ответил на второй вопрос этап был почему нельзя там респекто сбросить братюни да 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 это вообще вообще другая механика направлена совершенно другое то есть подобных играх как бы точнее там в сессионных играх такую механику обычно дело для того чтобы оценить так скажем определенный пул токсичных игроков потому что как правило на если человек токсичный да как бы играет либо ведет себя поведение на него будет больше всего дизлайков до отправляться если человек прямо такой папконагибатор там условно говоря весь такой классный на него больше будет лайков то есть это опять же большие массивы там эти вещи направлены просто на разные сущности в целом подобное вести конечно гипотетически можно вопрос другом как это использовать допустим насколько я знаю но я не могу утверждать на сто процентов в игре дот это используется в том числе там для матчмейкинга но это мои как бы не пруфов на информация поэтому не стоит говорить как за то что типа я там подписываю за это они используют это в прикладном направлении там для матчмейкинга и в том числе ну потому что если собрать команду из пяти токсиков назовем это так да то с большой долей вероятности все они могут просто закрыть проект и уйти из него как это скорее всего механики работают других как я это воспринимаю с точки зрения подхода гиндеру достаточно острый вопрос я думаю очень актуальный на данный момент вопрос по ходовым после последнего патчей с переработкой ходовых в клановых боек по большей части доминируют ховер крафты что вас подвигло сделать ховером 95 каме и поднять им высоту если взять в учет еще правки по ручному тормозу колеса кажется что их сторону постоянно применяются несправедливые правки как вы видите решение этой проблемы давайте сразу же еще для наших слушать и сделаем дисклеймер ребята собирали вопросы до выхода патча 230 поэтому некоторые вещи как бы сейчас мы чуть расскажем на естественно ну да по возможности да да тут еще такой вопрос что отчасти это из категории точечных вопросов про баланс да давайте я в целом подойду как бы это будет долгий затяжной ответ но я хочу чтобы вы сначала его разделили на формат того что я отвечаю полностью по концепцию подхода к балансу и отвечу на конкретно по ховером потому что это больная тема да я еще добавлю что там в принципе нас много было вопросов про баланс в частности у конструкторской как раз вот сейчас будет очень долгий и занудный ответ от юрия который все так любят да все причем уже был несколько раз ну давайте открываем форточки поехали как говорится тут хочу добавить небольшую ремарочку юра начал свой ответ с того какой вообще у разработчиков подход к балансу для того чтобы подвести ближе к теме моего вопроса касательно ховеров и других ходовых вопрос подхода к балансу несколько раз я уже говорил у нас когда мы рассматриваем подход балансу мы смотрим очень большое количество параметров на которые влияет на принятие того решения это ну то есть этом час сейчас перечислю их как бы больше чем это популярность использования на определенных даже типов омов это насколько идет винрейт опять же в зависимости от количества какая идет комбинация с различными типами там оружие плюс аппаратура плюс допустим порой там колеса это относительно других мы смотрим плюс мы порой смотрим как это перформит допустим в пве как это допустим перформит в к в том числе да то есть популярность именно в какой категории и часто ну вы видели даже в комментариях разработчиков мы там пишем что допустим мы там изменили какую-то механику потому что там на высоких омах она себя показывала там хорошо то есть бывают такие ситуации что к примеру там какая-то пушка на там пяти шести тысячах омах показывают там условно говоря там 60 процентов финрейта но там на на семи восьменов уже будет показывать там 48 и там типа это возникает став вопрос как ее так забалансить чтобы типа на этих омах это было еще адекватно она других там стать наоборот лучше поэтому решение может быть подчеркну различное это может быть там урон это может быть изменение механики это может быть изменение омов это может быть изменение параметров вариации различные игроки как правило реагирует на конкретно предлагаемое решение то есть они я тоже читаю там эти там отзывы про ховеров типа уменьшить и ховером скорость это предлагаемое решение но вы как бы не смотрите на ситуацию целиком потому что вас сожалению статистических данных там был вопрос как бы поделиться с этими статистическими данными считаете ли он нужно но во-первых типа это достаточно тяжело интерпретируемо, потому что, я опять же говорил, просто показывать винрейт пушки и количество ее там пиков, да, это по факту человеку даст ничего информации. Ну, типа, окей, мы покажем винрейт 52%, но это там от 8300 до 8600, и что? Ну, типа, это не говорит о том, что в условиях свободного конструктора винрейт там на 6000 будет другой. Это очень тяжело с точки зрения. И мне приводили пример, там, типа, ну вот же там есть там дота, да, условно говоря. В доте герой это полноценная, как бы, сущность, да, у нее есть все установленные перки, там отличаются, условно, я только там от древа прокачки, которые там есть, перки, которые отличаются там на каких-то там на 10-15 там уровнях, и там от пака, который он собирается. Да, это как определенная вариативность, но сам герой он уже предустановлен. Наши крафты вообще разные, абсолютно. Вариативность просто бешеная. Можно просто взять, посчитать это, условно говоря, там, перемножить количество пушек на количество модулей, на количество кабин, еще на количество конструкционных. Вы получите просто бешеное количество вариативности. И нельзя такую статистику дать полноценно, чтобы это, во-первых, а, игроку было полезно, и он понимал это, и это было бы максимально правдиво с точки зрения получаемой информации и реальности. То есть я, думаю, попытался объяснить с точки зрения, как это даже вызывает. Вот. это что касается подхода балансу. Также момент такой, когда мы делаем какие-то балансные правки, у нас есть этапы, у нас есть две команды волонтеров, одна, которая занимается чисто балансом, то есть это там несколько десятков человек. Опять же, пользуясь случаем про пиарю, что есть такая возможность, мы периодически делаем анонсы, приглашаем людей в эту команду волонтеров, которые помогают нам с балансом. Там очень опытные ребята, которые играют с ЗБТ, с ОБТ, по несколько там имеют большой клановый опыт, огромный. Многие просто как бы по НДЕ они не могут порой говорить, что они являются этим, потому что это как бы находится под определенной коммерческой тайной, так как они получают заранее информацию, то есть это может влиять там в том числе на обогащение на рынке, потому что если вы прекрасно знаете, приходит балансная правка, там ценник на рынке начинает то, что там скакать плюс-минус 20-30 процентов, там вешанная тема. А даже если мы анонсим, там уже рынок начинает рваться, все начинают заранее покупать, либо начинают все сливать. Вот. У нас также есть вторая команда, которая волонтеров помогает нам тестировать прототипы вооружений. Это заранее еще стадии, то есть это еще более высокая группа допуска, которая они имеют, то есть они имеют там за несколько месяцев, а то и за полгода, за то и за год, понимание какие будущие будут выходить вооружения, кабины, модуля и все в таком духе. Вот. И эти игроки нам в том числе показывают. То есть у нас есть внутреннее тестирование, когда мы делаем это между дизайнерами, между разработчиками, мы тестируем механики. Потом это нам помогают волонтеры, которые получают слишком заранее информацию. И в конце, там за несколько месяцев в том числе, тестирует команда, которая занимается исключительно балансом. То есть которые смотрят, как пушки должны перформить или как какие-то сетапы. Они нам порой показывают варианты, что допустим вот в таком-то сетапе такое пушка оверплей. Обращу внимание, что подобная команда, про которую последнюю игру про баланс получилась, ну как бы она создалась относительно недавно. Ей там, наверное, даже меньше года еще. То есть как бы ребята тоже там накапливают компетенции, в том числе взаимодействие с нами. То есть я думаю, что вы в целом можете заметить тенденцию подхода к балансам за последние там полгода. Она, мне кажется, там изменилась. В том числе, как бы, исходя из вот этого новых практик, которые мы вводим. В целом, я думаю, что если потом вопросы будут еще по поводу в целом концепции подхода задавайте, а давай теперь отвечу про ховеры, да, в целом, который вопрос был изначально... То есть вопрос был по поводу ховера 95 км сейчас. Почему так? Во-первых, раньше ховеры были с одинаковыми мощностями. То есть ИКР-7 не отличался от ИКР-4, условно, а только грузоподъемностью. Хотя одна была, условно говоря, которую можно скрафтить, а другая была в наборах. Мы решили ее сделать по разным типам ходовых. Есть тяжелая ходовая, которая носит на себя большее количество грузоподъемности, может поднять, но меньше скоростью. Так это сделано по аналогии, условно говоря, с теми же сегодня вышеупомянутыми биграмами, гусеницами, все в таком духе, да. И легкая ходовая, которая должна быть маневренная, в которой должны быть плюсы, которые должны работать на дистанции, которые в целом не должны входить в контактный бой, в ближнюю дистанцию, чтобы быстро отлетать, потому что у них другие показатели ХП. То есть вы можете посмотреть разницу в прочке между карами 4 и карами 7. Это разные грузоподъемности и соотношение их. И, соответственно, чтобы, опять же, и кар 4 не стал ультимативной, надо было дать и кару 7, синему ховеру, какие-то преимущества. Это является скорость. Отчасти это занимается чуть выше как бы высота полета, вот, но это компенсируется раскачками, то есть это менее стабильное оружие. То есть по факту это такое, типа, чувак может быстро прийти на дистанцию, отстрелять от определенных типов вооружения и уйти с этой дистанции. Если это мы говорим про тяжелые виды вооружения, я понимаю, что можно сделать просто люто облегченный крафт, воткнуть туда, как бы, ховеры и, типа, летать там с какими-то мастодонтами, со всеми делами, с какими-то тяжелыми видами вооружения, которые подразумевают под определенный тип плейстайл и, как бы, разваливать. Но вы, по идее, компенсируете за тем, что вы становитесь более хрупкими, меньше брони можете на себе потаскать. Вот. Опять же, учитывая, что вопрос был раньше, в 2.3.0 вы заметили, что есть изменения по ховерам, связанные с их ускорением в зависимости от количества установленных ховеров. То есть там идет изменение параметра, ну, как бы, не просто параметра, куча всяких формул, но не суть, но, типа, по факту игрок чувствует так. Чем больше ховеров он ставит, тем меньше становится у него, как бы, вот это ускорение до максимальной скорости. Я пытаюсь донести, как бы, к комментариям на тему, что уменьшите максимальную скорость и все будет хорошо, и все заживет. Да нет, как бы, максималка – это один из параметров, который можно просто изменять. И у нас не было задачи, там, убить четыреховерные крафты, в целом, которые быстрые, маневренные летают, но они компенсируются тем, что, во-первых, у них там лобовая проекция, больше получают урона, меньше хп у синих и, типа, меньше грузоподъемности. То есть вот как работает в целом подход. Вопросы категории апнули, не апнули – это всегда очень все субъективно. Мы их разделили по плейстайлам. То есть легкое, быстрое, но более хрупкое, более медленно тяжелое, более грузоподъемное. Это первая цель, как бы, была – разделение между вот этими изменениями. Вторая – по относительности ручника, то есть ручник в патче 2.3.0 переделали, ну, в целом, отзывы, которые мы видели, они были в основном положительные. То есть, типа, теперь есть возможность остановиться резко, да, если это есть необходимость. Если нужно задрифтить, вы поворачиваете поворот, поджимаете тормоз, вы управляете дрифт, добавляете маневренность. В целом, как бы, механика ручника стала нормальной. Колеса, по нашему времени, на текущий момент, играются адекватно. У них есть преимущество и скорости, потому что у них 120 км в час – это предельная их скорость. В целом, как бы, мы считаем нормально. Гусеницы, да, это что-то такое, как бы, ну, понятно, они на фоне всех остальных начинают сильно теряться. Вы можете посмотреть, какие изменились популярность Омни. Ну, то есть, типа, по статистике сильно видно после выхода патча 2, ну, патча, где им давали перк, как бы, их популярность сильно возросла, потому что точность – это достаточно важный аспект. В нашей игре. Поэтому, в целом, я бы сказал так, что, да, в КВ до выхода 2, 3, 0 преобладали ховеры по понятным причинам. Опять же, есть такой момент, что не всегда некоторые изменения, мы можем посмотреть, как они выйдут в реально. То есть, мы можем что-то спрогнозировать, какая мета может сложиться с учетом изменения тех или иных наших балансных правок. Но, как бы, у нас условная работа – это ограниченное количество людей, а количество игроков в разы, в десятки, в сотни раз больше, и поэтому эти творческие, конструкторские мысли, которые теплятся в головах игроков, могут привести, там, к уникальным для нас, как бы, куда заведет это мета. Ну, то есть, типа, да, к сожалению, ховеры были сильно популярны после выхода… Ну, как, к сожалению. Ну, просто так сложилось, да. После выхода… Суперчардж. Да, да. Спасибо, Санечка. Вот. Но, типа, сейчас, как бы, вы видите то изменение, которое связано, чтобы это, как бы, уравнять шансы других ходовых, в том числе для клановых войн, хотя это не является основной, там, скажем, объемом игроков. То есть, я хочу донести до вас, что, типа, от общего количества игроков, которые играют в красаут, игроков, которые играют в кланы, это, там, определенный процент, но это не мажетарное количество. То есть, вы можете посмотреть, там, просто элементарную математику, там, в среднем играют, там, 200-300 кланов, даже если умножим по 20 человек, это получит, там, 6 тысяч игроков, но это, там, относительно общего онлайна, это, как бы, такие цифры, которые… Да, безусловно, кланы важны, и мы их, как я говорил уже выше, учитываем в точке зрения баланса, это для нас немаловажно, как бы, но надо понимать, что сделать баланс только исключительно под клановую активность, это, как бы, не совсем верный путь, я пытаюсь эту именно мысль донести. Вы меня правильно понимали. Так, я хотел бы отойти от темы ног, ховеров, потому что там уже запотевают наши окна все, поэтому хотел бы спросить два вопроса, но в одном. Последние, вроде суперчарджет, у нас убрали Combat Lock по дефолту. Почему решили его убрать по дефолту, и второе, это почему не дают API игры для сторонних разработчиков? Давай начнем это с первого, про Combat Lock. Вопрос достаточно, отчасти, банален. Combat Lock, это, естественно, определенный тех, который делался, вообще-то, под нас. То, что он просто… Ну, я уже говорил как-то на стриме у Верика, вроде, в том числе, да. Это, ну, техническая вещь, которая была занята для нас для анализа, там, вопросов ошибок и еще чего-то. То есть, ну, как бы, наш внутренний инструментарий, то, что он просто был легко доступным игрокам, и они, исходя из этого Combat Lock могли получить нужную себе информацию, ну, как бы, это вопрос, типа, использования механики в таких вот целях. То есть, она изначально так не задумывалась, что просто дать игрокам какую-то возможность. Вот. Ипотеку она нам просто на тот момент мешалась, и общедоступно мы не сделали. ее. Вы, конечно, можете мне тут, как бы, шпилечку вставить, что, типа, можно кое-такими вещами это активировать. Ну, типа, скажем так. В целом, пока дали на это, как бы, условное добро. Внутри команды такое решение сделать, то есть, по определенной комбинации использовать ее. Но я уже говорил на стриме, опять же, лично мое мнение, сугубо мое личное мнение, что, типа, эти логи, возможно использовать. И есть примеры, как это воспользуется, в моем понимании, в не совсем честном случае. То есть, типа, я на стриме Эрика говорил, что есть там пример, когда люди их интерпретируют, делают так называемый лейаут на поверхе интерфейса, и могут получать информацию, ту, которая недоступна изначально по умолчанию в игре, и тем самым получить небольшое, но все-таки преимущество в тех же клановых войнах. Поэтому, типа, это пример, как изначально вещь, которая сделана была для одного, используется совершенно другим форматом. И, продолжая твой вопрос про API для сторонних разработчиков, ну, как бы, как повествование в целом. Ну, во-первых, пример такого API для сторонних разработчиков это есть, это красава DB. То есть, по факту, мы даем определенную информацию, договорились с ними, вот, и они ее интерпретируют в тот функционал, который вы и так знаете по поводу использования цен на рынке и смотреть как бы нужную информацию для игрока. Надо понимать, что многие API это потенциальные какие-то дырки в секьюрность проекта в том числе. То есть, типа, вы даете какой-то допуск общения с каким-то кодом или еще чего-то. Это там потенциальные места взлома в том числе. И в том числе я сказал, что 2-3 раза веней. Повторяйтесь, Юрий, повторяйтесь. Веней на рассказчике. Вот. И типа, давать API нужно понимать зачем. То есть, какие цели мы. То есть, если пример, как бы, красава DB это реально полезный сайт. То есть, типа, полезный в точке зрения игры и это важный функционал. С этим можно. Какой еще пример нормального API, чтобы это было и понятно, и зачем с точки зрения нашего как бы теха не пострадала и делать дополнительные дырки как бы в секьюрности. Ну, типа, пример этих дырок вы можете понять то, что сейчас там на лаве творится. Вышел патч Battle Pass, да, вышел большое обновление типа, и нас додосить начали в этот же момент. Причем, додосить не только нас, а дата-центр. Просто мы по касательной попали все. Ну, как я понял, в принципе, получение API возможно, но вы в частности рассматриваете насколько это полезно будет. Ну, конечно, естественно. То есть, надо понимать прикладная польза для игрока, для проекта, ну, типа, и для соосудателя. Просто так сделать API ради API, ну, время, деньги и как бы и бессмысленность. Достаточно, кстати, API очень дешевое удовольствие, чтобы вы понимали. Ребят, спасибо вам за просмотр, а также спасибо всем участникам, которые задавали вопросы. А с вами, как всегда, Дабл Саватаж. До новых встреч, друзья. После обновы Супер Чарджет, наконец-то, спустя столько лет проекта, эта игра стала похожа на свою рекламу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова